И всем привет, ребят! С вами Собирайк и сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору одного очень интересного дрона, о котором я, если честно, уже давным-давно хотел поговорить, но никак дела у нас до этого не доходило. Если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 2 миллиона кристаллов на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный так-тактимпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, но и заполняйте форму, которая есть в описании. О чем же сегодня пойдет речь? А речь сегодня пойдет о дроне-механик, о том дроне, который на сегодняшний момент времени уже на протяжении супердолгого периода абсолютно неактуален в нашей игре, является суперэнергозатратным с точки зрения траты припасов, а именно ремкомплектов. И тот дрон, который по сути очень-очень-очень сильно нуждается в перебалансировке своей, хоть и относительно недавно ему уменьшили количество потраченных батареек за прожатие. И сделали чуть лучше параметры по бонусу здоровья и радиусу лечения. Это все равно не отменяет того факта, что этот дрон неактуален в рамках нашего матчмейкинга. И это тот дрон, который абсолютно не дает никакого хорошего плюса, чтобы его использовать. Так ли это на самом деле? Правда ли в моих словах? Прямо сегодня мы все это дело узнаем. Исходя из того, что я вижу в рамках Википедии, то теперь он лечит до 3000 кп, если вам ее не сбивают. Радиус лечения 30 метров. Сокращение времени перезарядки припасов 15 секунд. Расход припасов при срабатывании. Плюс 2 аптечки, плюс своя. Итого 3 аптечки он хавает за одно прожатие. И дополнительно вы получаете 4 очка. Реально ли фармить вообще с ним? Посмотрим. Сыграем в лучшем режиме для этого дрона. Сыграем на Дикострайкере. И сыграем как раз таки в том, что нам даже здесь предлагают на Википедии. Это сторона защиты в режиме АСЛ. Поэтому будем пикать за деф. И надеюсь, что меня сразу же туда закинет. И мы попробуем все это дело реализовать. Также мы давайте зафиксируем количество наших аптек. 100, я даже запишу, 184,428 аптек. Посмотрим, сколько у нас хавает аптек за один бой. Ну и посмотрим, насколько эффективен этот дрон в рамках нашего матчмейкинга. Я честно, честно, абсолютно не понимаю, почему так мало очков за прожатие него дают нам. Ведь 4 очка и 3 потраченных аптеки это очень много. Это безумно много. Это, наверное, один из самых затратных дронов с точки зрения прожатых аптек. Не считая кризиса. Хотя даже кризис, мне кажется, в моменте будет хавать их меньше. И получается, вы тратите безумно большое количество ресурсов, если их переводить на кристаллы. А что вы получаете взамен? Что вы получаете взамен? Ваша возможность фарма очков крайне маленькая. Если сравнить, например, с гиперионом для дикострайкера и механика, то у вас с точки зрения расходки тоже все будет намного лучше. Поэтому, ну, в чем смысловая ценность? В чем? Ну, нас закидывает за атаку, поэтому мы перепикиваем. И я, честно, ну, не могу понять логики, да, почему именно так мало очков дает этот дрон. Я помню, когда он давал по 10 очков, когда в нем был реальный смысл. Когда мы играли в матчмейкинге специально о нем. И при этом все, он не хавал еще и дополнительные ремкомплекты. Сейчас он хавает по 3 аптеки за прожатие. И при этом дает всего лишь 4 очка. 4 очка. Да, то есть, даже при самых лучших реализации, мне кажется, ну, даже тысячи очков я не сумею зафармить. Даже тысячи я не сумею зафармить. Да, если сравнивать, например, того же дикострайкера с гиперионом, который по итогу потратит меньше припасов. Так еще и очков, мне кажется, сумеет заработать больше. Но так ли это на самом деле? Мы сейчас вот в бою все это дело обязательно и проверим. Да, сколько я вообще за одну катку сумею зафармить очков. И сколько по итогу я смогу получить кристаллы. Если сейчас меня закинет за атаку, то я очень сильно расстроюсь. Потому что всегда, когда я записываю видосы и хочу попасть в штурм за атаку, меня всегда кидает за деф. О, есть контактик. Так, шикарная карта. Шикарнейшая даже, я бы сказал, карта. Весь прикол в том, что мы можем очень грамотно прожимать аптеки за счет пережимания правильных припасов. Да, и у нас теперь, по сути, даже нету никакого дополнительного кулдауна. И мы даже не смотрим на как раз-таки батарейку, да, которая у нас раньше была и которая символизировала нам о том, что у нас как раз-таки дрон может быть на кулдауне. Сейчас у него, по сути, единственный кулдаун – это просто, ну, пережимание расходки, да. То есть, если вы на пережимании все правильно делаете, то у вас как раз-таки никаких проблем в этом плане и нету. Так, у меня где-то восьмерка на дикострайкере, поэтому мы сейчас ее переоденем. Ну вот, за одну минуту я заработал 29 очков. 29 очков. Просто за вот столько прожатых припасов я 29 очков заработал. Это крайне мало. Это просто безумно мало. Это очень мало. Мы можем даже, наверное, оставить это устройство. Можем даже, наверное, его и не менять. Кулдаун у нас расходки также имеется. То есть, ну... Сделаем максимум. Сделаем просто максимум, а дальше сделаем итоги, да. Не буду я сейчас разглагольствовать, говорить о каких-то плохих вещах. Будем просто вот сейчас делать максимум и смотреть, что у нас по итогу в этом плане получится. Ну и стараться, конечно, прожимать грамотно расходочку, чтобы фарм у нас в этом плане все время был в лучшем виде. Так, ну и сейчас пойдем все равно возьмем дистанционочку. Возьмем дистанционочку. Обязательно. Обязательно возьмем дистанционку. Я считаю, что без дистанционочки здесь будет не очень. Противник у нас особо к нам не едет. Мы будем играть более пассивно, от точки, да. Не вижу никакого смысла оверпуша, когда я играю на механике. Ну и плюс еще есть дроповые овердрайвы, которые также удачно мы можем подбирать и реализовывать. Сто очков у нас имеется уже. Противничек тут будет пытаться тоже доставлять. Ну а мы будем все это дело контролировать. Так, миночки тоже прожимаем. Чтобы у нас кулдауна не было. Так, ну и меня пока что не слили. Пока меня не слили, я поменять устройство, грубо говоря, не могу. Поэтому пока что отыгрываем в том устройстве, которое у нас есть. Так, аптечки прожимаем прям по максимуму. Хоппер прожимает овердрайв. Угол хороший у нас, но, к сожалению, он все равно доставочку оформляет. 188 очков у нас уже есть в рамках этого боя. Пробуем накидывать. Накидывать как можно больше. Дроповая аптечка, кстати, тоже плюсует нам очки. Поэтому ее тоже забираем. Но 4 очка. 4 очка! Просто 4. Когда у меня за килл, здесь 20 дается. 20 дается за килл. Вы понимаете, что такое 20 за килл? И что такое 4 за аптеку, которая хавается 3 штуки? Это, конечно, безумие. Так, где мое устройство? Одеваем дистанционный подрыв ракет. Так, ну и наша задача еще и постараться выиграть эту катку. Обязательно постараться выиграть этот бой. Так, аптечку прожимаем. 210 очков у меня. У нас у тиммейта 9 киллов. И очков плюс-минус столько же, сколько у меня. 214. Овердрайв падает у нас. Подбираем, конечно же, Оуди. Подбираем, конечно же, Оуди. Прожимаем его сразу же. Шарелла от противника залетает. Пробуем чуть-чуть пассивно встать, чтобы меня эта шарелла не набрила. Так, миночку прожимаем. Аптечечку добавляем. Сразу 270 очков. Еще 9 минут у нас до конца остается. В теории, здесь можно постараться выйти на супер хорошее количество. Если 1000 очков как раз-таки с такой каточки я сумею забрать, то это будет очень и очень хороший результат. Поэтому стараемся. Стараемся, стараемся. И еще раз стараемся. 355 очков. 8 киллов у меня. 8 киллов у меня. Ну и это, можно сказать, только и только начало. Можно даже нажимать сначала как раз-таки аптеку, потом переключаться на нетру. Ну и дальше уже прожимать другие припасы. Хоппер пытается выпрыгнуть, доставить. Но доставочки у него здесь не будет. Там, возможно, слышно как орех на заднем фоне. Звонки оформляет. Но у нас-то видеоматериал идет. Я поднять трубочку не могу. У нас надо контентик оформить. Контентичек оформить. Контентик. Поэтому работаем, господа. Работаем. Так, 48 киллов. Пробуем. 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 Так. Ну это, конечно, очень жестко. В меня тут в леталово происходит. Ну и нас респят. 420 очков. 9 киллов у меня. Практически все очки зарабатываются по большей части исключительно из дрона. Ну и раздачек овердрайва. Поэтому мы этим максимально пользуемся. Ну и когда противник нас выпушивает, то, понятное дело, еще и дополнительно стараемся сделать и лочки. Минку прожимаем, аптеку добавляем. Блокшотик оформляем. Очень хорошо, когда нам расходку отправляют на кулдаун. У нас сразу появляется дополнительная возможность прожатия припасов. Так. Ну и пробуем, пробуем, пробуем. Если вы еще вдруг не знали, да, я не знаю, сказал я об этом или нет, но механика относительно недавно еще апнули. Да, то есть его параметры были еще хуже с точки зрения добавления хп с аптечки и с расстоянием. То есть сделали в этом плане плюсы. Но в моем понимании это, конечно, не так плохо. Но самый главный параметр, который должен быть у этого дрона, это хорошее дополнительное количество очков, да. То есть если сейчас даю 4 очка, а за килл я могу получить в катке 20, то это, конечно, супер мало. И вернуть даже старые 10 очков за прожатие, я бы сказал, что это было бы просто ха-ра-шо. Просто хорошо. Потому что то количество аптек, сколько хавает этот дрон, оно, ну, реально выглядело бы целесообразно. Да, то есть если ты хочешь фармить очки дополнительные, значит ты просто тратишь большое количество аптек. Не хочешь, не тратишь. Но в моем понимании именно в таком виде это и должно было работать, да. Потому что 4 очка получать вместо, вместо, например, 10, я считаю, что это крайне мало. Это крайне мало. Безумно мало. Просто безумно мало. Потому что у нас, например, в штурме за деф есть возможность дополнительного вкусного фармика. Я уже не говорю, сколько можно было заработать раньше на старом снабжанце, который у нас еще был в игре. Да, поэтому в этом плане, конечно, выглядит все, ну, не так круто. 5 минут до конца у нас остается. Очередная шарела залетает от противника. Мы пробуем потянуть выжить. 650 очков. Ну, по идее, до 1000 я, кстати, должен здесь дотянуть. До 1000, по идее, я здесь должен дотягивать. Но сколько эта 1000 мне будет стоить? Вот в чем вопрос. Сколько мне эта 1000 будет стоить припасов? Мне кажется, что крайне много. А вы еще, кстати, не знаете о том, что у нас получается этот дрон до предыдущего обновления, он хавал не по 3 припаса, да, то есть в сумме, 2 дополнительных и 1. Он до этого обновления хавал по 5 припасов. 5! 5 припасов! 5 это вообще просто супер безумно. Хорошо, что я не застал то время, потому что эмоции мои были на тот период времени просто ужаснейшие, да, когда я видел то количество потраченной расходки, которые тратятся с этим дроном. Так, овердрайв не берется у молодого, это очень хорошо. Здесь есть возможность дополнительного прожатия и меня респит. 800 очков! 800 очков за расходку в целом, наверное, не так плохо. Могло бы быть и хуже. Могло бы быть все это дело и хуже. Так, викорик прожимается. Пробуем разыгрывать дополнительные очки. И, кстати, вот мы можем даже после боя посмотреть, а вот я не знаю, пишется ли очки там пишутся, либо пишется, либо пишется опыт. Скорее всего, там пишется опыт, потому что мне было бы очень интересно посмотреть, сколько очков именно за счет аптек я получил. Сколько очков я дополнительно зафармил за прожатие. Потому что по ощущениям я, ну, наверное, где-то 400 очков заработал. Да, то есть 400 очков это 100 аптек. Мог ли я успеть 100 аптек прожать? Вот в чем вопрос. Наверное, по идее, мог. По идее, мог так много уже успеть прожать. Стараюсь довольно грамотно эти аптечки реализовывать. Хотя, по идее, даже можно первую нажимать с респа без прожатия ДАшки. Но есть велик риск того, что вас как раз-таки сольют в моменте... Ой, дабл припас сейчас нажал. Не очень хорошо. Аптеку прожимаем. Еще одну на реализацию. 836 очков. Сейчас надо ДДшечку добавлять, аптечечку добавлять. Наши тиммейты здесь, конечно, за счет этих механиков живут. Очень неплохо, да. И с точки зрения саппортинга, наверное, это тиммейтом выглядит очень и очень неплохо. Дроповая овердрайвена у нас тоже падает. Но, к сожалению, ее я не забираю. Противник, кстати, пытается тоже камбэкать. Пытается камбэкать катку. Тут ДАшка точно железная с респа. У меня Хантер не забрал, чтобы я пожил. Овердрайв не прожимается, к сожалению, от тиммейта. Так, Шарелла еще одна залетает. Вкусная. 917 очков. И две минутки у нас до конца. На 1000 очков я здесь выхожу, по ощущениям. Но, как я уже сказал, 1000, наверное, в рамках такого боя, это, ну, не супермного. Это не супермного, да. На Гиперионе, том же, по ощущениям, я даже здесь мог бы забоработать и еще больше очков. И еще больше очков, если бы я просто бы играл бы в более агрессивных позициях. И стоял бы, и старался бы как раз-таки уничтожать противников. Но этот момент мы опустим, да. Потому что мы сконцентрированы исключительно на механике. Так, аптечку прожимаем. Не забываем про аптеки. Посулендрочка мне вкусная залетает. Наши тиммейты саппортят или не саппортят? Нет, не саппортят. Еще одна доставка залетает от противника. Еще есть шанс того, что мы можем сейчас эту катку проиграть. Но очень не хотелось бы ее проигрывать. Поэтому потеем. Потеем до конца, до конца. У нас тиммейты уже начинают выходить. Арест везет флаг. Блокшотик, по идее, я ему успеваю сделать. Хороший блокшот. Аптека дроповая. Прожимается. Максимально долго блокируем. Аптечку еще одну реализуем. Так, ну и не даем. Не даем доставить. Не даем доставить здесь оппоненту. 99% овердрайва у меня. Вжимаем овердрайв. Забираем еще один овер. 50 секунд до конца. Идеальный тайминг у меня получился по дроповой овердрайвине. Так, и мы по идее должны заканчивать в плюс эту каточку для себя. Прожимаемся. Еще прожимаемся. И еще прожимаемся. Так, 30 секунд до конца. Две доставки надо противнику. Но по ощущениям мы даже одной доставки, наверное, здесь уже не дадим сделать оппоненту. Так, 7 аптек. Ой, 7 секунд у меня кулдаун. Молот с оглушением идеально срабатывает. Зарабатывает. Пробуем выдэфить по максимуму. Так, ареса на блокшот. Хорошо. Шикарно. Дэшка дроповая появляется у нас. Аптеку вжимаем. 5 секунд до конца. Победа в кармане. 1150 очков. В рамках этого боя мы вместе с вами зарабатываем. Что является, наверное, неплохим показателем. Но, 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 я более чем уверен, что плюс-минус такое же количество очков я мог заработать и на гиперионе с этим дикострайкером. Ну, а теперь приступим к самому главному. У нас было 184 тысячи 428 аптек. За этот бой я потратил барабанная дробь 250 трипасов. 250 трипасов. Просто 250 трипасов. За одну катку. Это еще с тем учетом, что этот дрон якобы улучшил. 250 аптек. Если перевести на кристаллы, я потратил за бой 37 с половиной тысяч. Какой я получил плюс от этого? Спросите вы меня. Я раздавал аптеки тиммейтам. Я саппортил тиммейтам. Я, грубо говоря, занимался черной работой, чтобы засаппортить тиммейтам и победить в бою. Но, не кажется ли вам, что 250 очков, 250 вернее, не очков, а припасов, 250 аптек, не считая другие припасы, за саппорт, с которого ты получаешь минимальные очки, не много ли это? Я считаю, что с таким количеством потраченных припасов, с этим дроном, дополнительное количество очков за прожатие аптечки должно быть, ну точно не 4, а хотя бы те самые старые 10. Если я уж и хочу саппортить тиммейтам и фармить с этого дрона, я должен с этого зарабатывать что-то, потому что я трачу 250 аптек за бой. 250! Не там, не 50, даже не 100, а 250 за бой. Это безумно много, это безумно много. И когда ты тратишь столько припасов, и получаешь взамен 4 очка за каждое прожатие этой аптеки, мне кажется, что это крайне-крайне мало, если еще учитывать тот факт, что за килл дают 20 очков. 20 очков. Да, то есть мне намного целесообразнее играть на киллы, нежели саппортить своим тиммейтам. Да, поэтому в моем понимании, механик на сегодняшний день самый слабый дрон из всех существующих дронов. Да, а если учитывать тот факт, что это еще и саппорт дрон, то саппортить за, грубо говоря, бесплатно, это, ну можно сказать, даже медвежья услуга. Поэтому я бы очень сильно хотел бы, чтобы у нас пересмотрели количество дополнительных очков. Если вы согласны с моей точки зрения, то давайте постараемся максимально продвинуть данный видеоролик. Поддержите обязательно данный видос лайком. Я очень хотел бы, чтобы вы тоже проявили свою активность. Мы постарались набрать хорошие показатели. В комментариях также напишите, что вы согласны. Если согласны, если не согласны, то аргументируйте, напишите, тоже будет очень интересно почитать. Но на сегодняшний день я считаю, что это тот дрон, который, во-первых, является самым слабым дроном. Во-вторых, один из самых кристально расходки неэффективных, а также тот дрон, который обязательно должны апнуть, чтобы в нем был смысл. И чтобы на этом дроне был интерес играть не только, чтобы помочь тиммейтам, но и чтобы эффективно на нем зарабатывать очки. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Если согласны, как я уже сказал, с моей точки зрения, то обязательно напишите. Ну и также, конечно же, поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, да, не пропускайте новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванников, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.